Ребята, всем привет! Меня зовут Стас, и в этом выпуске я вам расскажу про свою поездку на завод Самсунг в Польшу, город Вронки. Значит, у меня будет выезд завтра, 2 января, с города Пердянск в город Запорожье. То есть мне надо добраться до Запорожья, чтобы доехать до Киева, потому что прямых билетов в Киев нет. Так и праздничные дни разобрали, либо вообще, может, поезд не хочет, потому что мне эту информацию не указали. Завтра будем отправляться к своему первому движению в Польшу. Наш первый поезд, поэтому дальнейшие детали смотрите дальше. Да, ребят, сразу с начала ролика я хочу вам сказать, что я еду один, без какой-либо поддержки. и чисто сам буду пробовать себя в какой-то работе, в которой я никогда в жизни не работал, просто вот видел комментарии, что там писали и рассказывали очень тяжело. Будем себя пробовать, поэтому погнали дальше. Что, ребята, двигаемся в путь. Так, смотрите, собрался, упаковался. Сумка, наверное, килограмм 50. Тяну ее на своем плече, арбатом. Ну что, будем идти к цели. Смотрите дальнейшие детали. Ребята, я уже возле ЖД. Вот так вот примерно выглядит железнодорожный вокзал в городе Пердянск. Я думаю, он реконструкции не нуждается, потому что он сам по себе очень красивый. Тут же сразу патуширы забирает. А вот он. 3517, 585. Всего 40 гривен обошелся. Вот он мой рейс. Надо порой ЖД2. Пребывает он в 7 часов. Смотрите, мне достался купе-вагон. Вообще шикарно. При том, что я буду вообще ехать один, а то я думаю, очень отлично. Можно будет поспать. 7 часов в дороге. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бля, это конечно хорошо, но люди сзади меня, которые сидят, они так же и палят меня. Это просто, вообще не уважают других людей по сути, но как можно ехать, ну едут с орехи, дети, они просто на всю кричат, хозяин своей жизни, просто. Все, я уже прибыл на вокзал, уже вечер, уже темно, кипец, казалось бы все быстро, но что-то очень долго вообще ехал, 7 часов с Бридянской дозапорожью на приятном поезде, ну, ехал удобно, конечно, но... Так, ребята, вот он, вокзал Запорожья один, ну, то есть, первый, я так понял, самый главный вокзал, мы сейчас к нему и надвигаемся. Господи, на самом деле, это очень нелегко, когда у тебя тяжеленная сумка на плече, просто ее колебай туда-сюда, с такой беженки. Смотрите, какая-то атмосферка новогодняя, как будто с дома не выезжал. Этот праздничный бит, совокупность орбит, все, как надо, играет. Те, кто слушает, мы все заполняем. Смотрите, ребята, смотрите, какой бой, остальни стесняются. Так, у меня седьмой вагон, идем седьмой вагон искать. Так, у меня седьмой вагон, идем седьмой вагон, идем седьмой вагон. Для десятка из ста, а мысль песни проста, не надо стесняться. Ребята, шесть утра, в Киеве уже снег. Очень красиво, на самом деле, очень. Ребята, на самом деле, в Интери-Сити был очень ужасный эффект, потому что свет не включался. Но для меня это просто было нереально. Ну, в плане того, что как заснуть, все, ребят, у нас на 8.30 сбор, мы должны собраться возле того заведения, называется Кузата хата, на 8.30. Посмотрим, сколько людей, и вообще существует ли такой автобус, потому что всякие случаи бывают. Посмотрим. Ну, ребята, пока все вышли, пользуясь случаем, запишу видос. Сейчас я уже возле ровно, тут буквально осталось на минут 40-50. И потом мы будем ехать на таможню. Сколько там будем торчать, я не знаю, но говорят, что примерно до 8 вечера. А сейчас где-то, ну, 7 часов, 6 часов на таможне будем торчать. И то неизвестно, пропустят или нет. Так, ребята, как вы поняли, я уже на таможне. Жду очереди, чтобы нас пропустили, наконец-то, на польскую границу. Вот стоим. Сейчас я пошел обменивать валюты. Поменял сразу все эти 500 злот. Потому что Польша, типа, не впускает, если у тебя нету 500 злот. Потому что я еду по безвизу, как турист. Обязательное правило поменять, если я сразу 500 злот. Сразу. Вот, поселили меня в отель. Смотрите, как это в отеле. Это кухня выглядит. Холодильник, то есть, кольевизор, бахетил, там, чай, бахетил. Сенсорная плита. В общем, ну, все шикарно. Продолжение следует...